всем привет дорогие друзья вы смотрите властелин колец модом и нарад и это у нас 3 матч финала между боромиром и кроном боромир играет за мордор крон за мглистые горы наконец-то что-то что не является бродами изина выбрали это переделанная карта хар линден где можно в принципе поживиться троллем возле таверны да и все собственно варгов я думаю здесь не особо выгодно крепить хотя с другой стороны карта большая и если игроки решат играть от защиты то это будет иметь смысл но тут наверное гоблину все-таки получше будет потому что через тоннели можно высаживаться из-за того что карта большая ему легче будет защититься от раша кстати забавно но крон быстрее развивается как-то странно решил боромир поступить после трех забоин ставит уже вторую казарму хотя это не особо то и нужно но посмотрим чем чего это будет для него стоить я на самом деле даже не понимаю мы видим что у крона сейчас преимущество он больше денег заработал правда крон стартует случников сразу же снова будет видимо играть от защиты нет не хорошо два отряда орков побежали значит это будет криппинг рабочие не не убегают никуда крон играет в шесть уже тоннелей и видимо здесь еще будет какой-то маленький ставить табор мир тоже продолжает строить экономику так что в принципе мы можем немножечко промотать потому что пока что ничего интересного крон решает крепить но вот опять таки зачем строить лучников это неправильно мечниками намного быстрее можно зачистить варгов я еще понимаю если бы лучники пошли сюда забрать тролля 500 монет в начале неплохо так получается что свой удачный старт крон просрал благополучно потому что он но он строил более дорогие войска и он до сих пор еще не забирает крип хотя его оппонент бор мир уже это сделал уже работает над вторым два отряда орков движется через центр видимо будет попытка что-то забрать но тут уже три отряда лучников дефа цикрону будет легко в принципе думаю миксует постоянно мечники лучники плюс еще и больше лучников достраивает тут нет шансов убора мира мне кажется ему надо просто убрать войска он даже не успеет никого особо то и покоцать просто прокормил крона немного но он забирает сигналку тем временем ну-ка давайте посмотрим играет через ока саурена 450 очков бора мира из ровно столько же у крона и он играет через летучих мышей при этом у крона армия практически застроены на фул вот убор мира чуть меньше к тому же ему еще армия надо подвести в этом плане конечно же у крона преимущество огромное количество лучников пока что бор мир не может себе позволить ничем их проконтрить закидываются летучие мыши бор мир начал штамповать лучников на базе здесь конечно у него ситуация плохая ему надо отступить пусть мордорские лучники и сильнее но их здесь очень мало по сравнению с армией бар мира ой пардон по сравнению с армией крона и короче какие-то остатки орков убегают 350 занято на 260 но в принципе правильно также разменялся даже наверное больше еще и разменял чем чем было в соотношении войск у крона и бар мира потому что бар мир как видите успел еще четыре отряда подстроить но хотя крон тоже не дремлет тоже подводит отряды очень странная потасовка кстати я привык видеть разбеги в разные стороны мечниками чтобы сносить здание но мы видим что ситуация совсем другая я не могу понять откуда взялась мародерка что происходит тут где-то горкил я просто слепой что ли на минус некор теперь все гоблины под станом да окей здесь есть горкил горкил коронован для тех кто не в курсе тотем горкила если он под коронации дает антистрах поэтому крон смог вывести свои войска из страха после смерти некроманта вот это неплохо кстати это даже можно назвать попсовой страдкой на некоторых картах за счет кучи лучников по-быстрому прокачивать горкила это может дать крону большое преимущество потому что у мордора начальные герои довольно таки тонкие плюс они привязаны к некру по прокачке соответственно горкилу будет легко их убивать появился год мак теперь у орков есть лидерка но в принципе у гоблинов она тоже есть за счет тотем а главное тусоваться возле него бор мир пытается забайтить чтобы снова стан закинуть но насколько это эффективно 264 монеты капает к тому же тотем продолжает стоять и походу он не понял почему они не застранились но теперь будет знать крон подставил тоннель но при этом его войска пешочком бегут убор мира нормальное такое количество лучников дефаться он уже может он кажись переспамил своего оппонента но зато у крона есть герой и третий заход некроманта ну тут конечно просер жесткий он снова никого не застанет он просто отдает экспо и деньги кстати ну 260 монет это не так уж и плохо 4000 уже на фармил крон может это какая-то хитрая тактика может он хочет вдруг это выйти докачался до 5 даже до 6 уровня бросается колба и бар мир теряет все свои войска практически зато с левой стороны и готовится под крыс нанимаются тролли так что бар мир решил что здесь у него все уже потеряно и надо пытаться крысить но если так и дальше будет продолжаться то крона собирает себе на дракона насколько это эффективно не могу сказать ну в принципе мордору очень сложно убивать дрога то это то это точно но с другой стороны все эти деньги можно было бы сейчас потратить на войска допустим тех же паучьих наездников которых очень редко люди строят на такой большой карте это шикарно будет минус год мог и уже по 7 уровень горкил офигеть либо он кстати выход великанов может быть здесь троллей можно было бы с дубинками настроить учитывая что здесь ситуация убор мира плохая тех же пауков шелоп построить то есть дрога нормально может сработать но нужно ли это делать мы видим что крон уже проседает по войскам еще немного и горкил не сможет нормально сражаться ему надо будет пойти и отхиливать хп иначе но будет довольно таки глупо если он погибнет от обычных орков а в это время тролли потихонечку строится давайте посмотрим на бар мира бар мир тоже вышел во второй тир на пока что им не пользуется и решает тон что 3 троллей достаточно по всей видимости но вообще-то да но сейчас крон если он заметит он может высадиться через тоннель плюс горкила закинуть и отбить троллей но мы видим что войск у него все меньше и меньше он их не строит а в итоге в кармане уже 5 300 я не понимаю если честно о чем он думает потому что тут вроде как деньги тратится на тролля да он тролли с дубинкой появился но не тратится на войска то есть он вроде как собирает на друга то вроде не собирает и в итоге тролли подбегают и это конец игры причем это очень глупо потому что дну в этом матче должен был выиграть крону учитывая какое у него было преимущество здесь насколько сильно он прокачался снова закидывается колба но у него есть деньги в принципе у него есть рабочий он может например здесь крепы поставить я правда не уверен что она там влезет но с другой стороны всю территорию сейчас могут зачистить тролли и до крон сдается но это фиаско конечно же напоминаю что финал проходил в режиме b5 то есть до трех побед все три матча выиграл боромир и он занимает первое место всем спасибо за внимание если вы хотите куда-то подписаться поиграть и группу сети вступить в наш чат скачать ее и так далее и так далее то в описании под роликом вы можете найти всю нужную для вас информацию я с вами прощаюсь до свидания